Во Владимирских водоемах продолжают тонуть люди. С начала недели уже двое мужчин погибли. Во вторник в Лакинске утонул 37-летний мужчина. Ситуация стандартная. Отдыхал вместе с друзьями и плавал в неустановленном месте. В какой-то момент компания поняла, что их товарищ так и не вышел из воды. Предварительно установлено, что 2 июля 2024 года житель Лакинска отдыхал со своими знакомыми вблизи города на карьере, не предназначенном для купания. Заметив его отсутствие, знакомые стали его искать и обнаружили тело в водоеме без видимых следов насильственной смерти, после чего на место были вызваны экстренные службы. По данным источника 6 канала, мужчина страдал эпилепсией. И не исключено, что во время купания случился приступ. За день до этого в деревне Бухары Александровского района купающийся в местном водоеме вытащили из воды тело мужчины. Личность погибшего пока еще не установлена. По данным региональных спасателей, с 1 июня на водоемах области утонули уже 12 человек. И это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023 года. Все они купались в запрещенных и не оборудованных для этих целей местах. Как сообщают в Роспотребнадзоре, на территории региона всего лишь 11 водоемов получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения в Ковровском, Муромском, Меленковском, Камешковском и Селивановском районах. Во Владимире надзорное ведомство купаться запретило. В Семязино и Глубоком нашли опасные бактерии – энтерококи.